Всем привет, дорогие друзья-подписчики, а также гости этого канала. Судьба и семья многодетной актрисы Глафиры Тархановой. Кто ее известный муж, актер, сколько детей и как их зовут. Звезда красавицы-актрисы без возраста Глафиры Тархановой зажглась после выхода на экраны сериала Громовы. На сегодняшний день в фильмографии этой талантливой артистки около 70 разноплановых ролей. И непонятно, какой из персонажей ей удается лучше, потому что все роли сыграны замечательно. А для мужа Тархановой самой звездной и блистательной является роль идеальной мамы и любимой жены в сериале под названием «Семья». Глафира признается, что от недостатка во внимании сверстников никогда не испытывала. Только вот разборчивость в отношениях считала главным женским козырем. Говорит, что ждала принца. Первый претендент на сердце нашей героини появился в лице соседа по парте в 14 лет. Влюбленные втихаря держались за руки во время уроков, боясь поднять друг на друга глаза. Возлюбленного Глафиры звали Артемом. Паренек был знаменитостью школьного масштаба. Шутка ли? Начинающий рэпер, по которому сохли все девчонки, а он гулял с Глафирой. Только вот вскоре эти прогулки обернулись для нее слезами. Артем стал отдаляться, когда Глафира вынуждена была брать на прогулку маленькую сестренку в коляске. Бойфренд решил, что не пристало ему, одетому по последнему писку моды, такому всему из себя талантливому и востребованному, тратит время на чужие коляски. О юношеских страданиях актрисы знала только подушка. До самого выпускного Глафира болезненно переживала это расставание, а потом вытерла слезы и нашла в себе силы забыть предательство любимого. Она растворилась в учебе новых знакомых. Конечно, у красавицы-студентки тут же нарисовалась масса ухажеров, но теперь Глафира побоялась подпускать их близко. За исключением одного, о котором актриса и сейчас вспоминает с грустной улыбкой, но имени его она не называет. Судя по всему, и тот принц не стал героем ее романа. Глафира почти окончательно решила посвятить свою судьбу служению Мельпомине, не стремясь во что бы то ни стало выскочить замуж, но тут в ее жизни появился он. У меня был образ, и он совпал с моим мужем, вплоть до цвета волос. На кастинге картины «Главный калибр» Глафира познакомилась с импозантным артистом кино Алексеем Фадеевым. По сценарию коллеги должны были играть влюбленную пару. Ежедневная рабочая рутина настолько сблизила молодых артистов, что вскоре чувства на съемочной площадке даже не приходилось изображать. Через полгода Глафира и Алексей пригласили друзей на вечеринку по поводу официального бракосочетания. Родители узнали о штампах паспорта, когда приехали к молодым знакомиться друг с другом, а попали на их венчание. Когда в семье Глафира и Алексея начались будни, пара поняла, что подстраиваться друг к другу очень сложно, ведь у каждого из супругов собственные бытовые устои, традиции и представления о совместной жизни, разные характеры и разные привычки. Алексей безумно ревновал свою красавицу-жену и к работе, и к бывшим ухажерам. Тогда Глафира пообещала мужу, что сниматься в откровенных сценах она не будет, а всем экс-бойфрендам настрого запретила ей звонить и появляться на глазах. Глафира и Алексей – счастливые многодетные родители. У них четыре сына – Корней 2008 года, Ермолай 2010 года, Гордей 2012 года и Никифор 2017 года. Причем только первенец появился на свет в роддоме. Троих младших Глафира рожала в домашних условиях, по примеру собственной матери. Она утверждает, что выбранные для сыновей имена обязательно принесут благополучие и успех мальчишкам, ведь в каждом традиционно содержится буква «Р» – символ силы, решительности и воли. Я не могу сказать, что идеально со всем справляюсь. Всегда что-то не успеваю, но в этом процессе неуспевания я и живу. Я, наверное, очень люблю насыщенную жизнь, поэтому у меня был второй институт после первого, параллельно с работой и рождением детей. И я понимаю, что насытила свою жизнь, теперь нужно успевать любить всех. Однако, несмотря на публичные профессии, Глафире Тархановой удается сохранять в тайне своих сыновей. В соцсетях, в которых она активно развивается, только снимки ее самой и мужа. А вот детей актеры пытаются уберечь от постороннего внимания. Поэтому фотоснимков вы нигде не найдете. В кинематографических кругах супругов считают образцовым семейством. Глафира Тарханова продолжает оставаться одной из самых востребованных, любимых и перспективных актрис современности. Год назад она ушла из родного сатирикона, оставив за собой право не разглашать причины и пуститься в свободное плавание. Глафира и ее супруг – приверженцы здорового образа жизни, как физической, так и нравственной, ведь они являются примером для своих четырех сыновей. И кто знает, возможно, скоро мы услышим о появлении на свет пятого ребенка или желанной дочурки Тархановых-Фадеевых, так как в одном из интервью Глафира признавалась, что она не прочь родить пятого ребенка, если будет точно знать, что это будет девочка. Хочется ей пожелать всего самого доброго, всего самого замечательного. Конечно, пусть исполнятся все ее мечты, побольше новых интересных проектов и главных ролей, и долгой и счастливой жизни замечательным супругам. Пишите свое мнение в комментариях, что вы думаете по этому поводу. В общем, пишите все, что вы думаете, с удовольствием прочитаю все ваши комментарии и, конечно же, отвечу на все. Всем огромное спасибо за внимание. Берегите себя и своих близких. Всего вам доброго, всего самого замечательного. Всем удачи и всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!